МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это же сразу к делу. Тот самый важный день из вашей жизни, который изменил все. Вот так вот сразу? Да. Хорошо. В конце 90-х я получал еще одну специальность. Искусствовед-культуролог в Республиканском институте высшей школы. И вот однажды в расписании на лекциях мы увидели лекцию по истории искусств педагог Олег Григорьевич Ойстрах. И когда этот человек вошел в аудиторию и начал говорить, вот у нас перевернулось у всех. Практически кто там был, группы были небольшие, перевернулось буквально мировоззрение. Это были потрясающие лекции. Это же лекции, им нельзя было называть. Сейчас, наверное, это можно было сказать, что это шоу, а не лекция. Простыми средствами, простым доступным языком. Человек с таким увлечением рассказывал о мире искусства, о его тайнах. Мы буквально были в него влюблены как в личность. И вот это, наверное, был один из самых определяющих в профессиональном плане дней в моей жизни. Я увидел человека, который горит тем, что он делает, который верит в то, что он делает. И самое главное, любит то, что он делает, и готов подоить эту любовь другим. И вы зажглись от этого человека? Мы зажглись от этого человека. Я, по крайней мере, точно. Мы ходили с ним везде. Мы посещали оперу, мы посещали балет. Это было в Минске. Мы посещали филармонические концерты, выставки. Это было потрясающе. И вот после этого я стал по-другому работать. Я тогда работал в школе, в 27-й школе. Я стал по-другому готовиться, вообще в принципе по-другому готовиться. К урокам, по-другому строить их. Свою подготовку обязательно начинал с чего-то нового, с открытия для себя прежде всего. А чувствовалась ли отдача от учеников? Конечно, не будем кривить душой. Готов принять тот, кто хочет принять. Да. Ну, как педагога была задача... Донести. Научить их, да, донести и научить их принимать вот то, что вокруг рядом есть. Вот ту красоту, которая доступна им на этот момент. Конечно, были дети, которые тоже с горящими глазами. Ну, я думаю, что если я встречаю до сих пор вот тех детей, а сейчас это взрослые дяди и тети, некоторые из них занимают руководящие посты в нашем городе и в области. Если они помнят педагога и вспоминают эти занятия, значит, не все было зря. А вот ваше событие «Жизненное учитель года» в 2006 году. Какие эмоции? Ну, эмоции, конечно, непередаваемые. Трудно их описать словами. Во-первых, первая эмоция — это усталость. Потому что конкурс был серьезный. Подготовка сколько длилась? Две недели мы в самом конкурсе жили просто. Это подготовка к урокам, к урокам в незнакомом классе. Там еще были сценические уроки, сейчас этого нет в конкурсах. Ну, это огромное напряжение. Открытые уроки у себя, учреждения, образования. Затем это были в незнакомом месте. Ты узнавал, какая тема и какой тебе будет класс. Вот, буквально перед ночью. А утром ты должен был прийти и говорить, как сказал поэт. Поэтому это было большое напряжение, требующее больших сил и физических, и моральных. Но когда это случилось, это было вот сначала накатило огромная усталость просто на тебе на плечи, а потом огромное удовольствие от того, что ты делал. От реализации задуманного. Да, это было потрясающе. Самое интересное, что все это было на сцене областного центра молодежного творчества. Куда вы потом пришли работать. Да, куда потом пришел работать. А как вы считаете, вот авторитет учителя в нынешнее время, он падает. Как его вернуть на свое законное место? Вы знаете, я бы не говорил так однозначно, что он падает. Все-таки все зависит от личности педагога. Опять возвращаясь к коллегу Григорьевичу Ойстраху, где-то ему там и кается в Минске, дай бог ему здоровья. Все зависит от личности. Если личность, этот авторитет готова нести детям, если человек, педагог готов этот авторитет транслировать своим коллегам, родителям, то, конечно, будет обратная реакция. А если человек сдается, поддаваясь на какие-то внешние факторы, социальные тенденции, ну тогда и говорить, о личности говорить уже не приходится сильно. Поэтому были очень сложные времена в истории, мы это прекрасно знаем. И знаем великие имена педагогов, которые остались в авторитете. И их именами названы высшие учебные заведения улицы, площади и так далее. Поэтому здесь не время, здесь все-таки человек, личность определяет. В Центре молодежного творчества, когда вы начали свою педагогическую деятельность? Это началось в 2008 году, произошло. Меня пригласили на должность заместителя директора. Ну тоже было непростое время, потому что менялись школьные программы. Как-то вот тот большой цикл предметов эстетических, эстетической направленности, которые я преподавал. После реформы он ушел со школы практически, и из школы сократился. И тут, ну так сложилось. Мне вот поступил звонок, пригласили прийти в Центр молодежного творчества. Я с удовольствием принял это предложение. Ну это на протяжении уже многих лет, это мой второй дом. А Ювикон появился сразу? Нет, Ювикон появился не сразу. Сначала я преподавал изобразительное творчество и декоративное прикладное по своей основной профессии. Но постепенно основная профессия начала уходить в хобби. Педагогов декоративно-прикладного, изобразительного творчества достаточно много. Но поскольку у меня еще был скромный опыт работы на телевидении, поэтому вот я увидел эту нишу, и мы с коллегой, мы создали детскую студию телевидения. Вернее, восстановили в Центре молодежного творчества. Было время, когда была студия телевидения и студия журналистики, студия журналистики есть до сих пор. Но вот эта идея создания детской студии именно телевидения, используя уже современные ресурсы, ресурсы интернета, интернет-вещания, различных платформ современных, вот мы ее попытались реализовать. Но рядышком существовала еще одна у нас студия, студия юных ведущих, которые работали на сцене. И как-то мы заметили, что ребята, которые ходят в студию юных ведущих, и практически те же ходят и к нам в студию, в студию детского телевидения. И мы как-то вот с коллегой Стойисей Евгеньевной собрались и решили, что, наверное, пришла пора объединяться. И вот мы придумали такую студию, студию Юбикон, в которой ребята занимаются по двум направлениям. Такие как бы две специализации. Это телевизионный ведущий, ведущий влогов, блогер и ведущий концертных программ, игровых программ. Все это интересно детям, молодежи, как оказалось, очень востребовано. По поводу детей и проектов. Азбука творчества потрясающая, большая перемена, пока ты дома. Это надо видеть, кстати. Вот это потрясающая работа. Я, честно вам сказать, я была удивлена, потому что это масштаб, это съемка, это даже... По-взрослому. Это по-взрослому, да. Это как на телевидении, на самом деле. Понятное дело, что ребята там еще такие немножечко в зажиме, но это такие шаги на самом деле. Всем привет! Это Азбука творчества. Мы продолжаем выходить под хэштегом «Пока ты дома». Не знаю, как у вас, но моя бабушка любит говорить. Ничего сложного, это же азбука. Просто она имеет в виду, что любое дело, как и школа, начинается с азбуки, с самого простого. Да уж. Между прочим, азбуку тоже знать надо. Не будешь знать буквы, не сможешь читать. Вот поэтому мы и поговорим сегодня о том, с чего начинается любое интересное занятие – о безопасности. Хочешь что-то сделать? Узнай все о правилах безопасности. Идея этих проектов исходила прежде всего от ребят. Мы всегда собираемся, мы делаем мозговой такой штурм, набрасываем идеи, что бы мы хотели сделать. И вот из этого множества идей выкристаллизовываем то, что мы можем реализовать, то, что наиболее интересно. Так было с циклом программ «Пока ты дома», это был период пандемии, массово собираться не было такой возможности, были определенные ограничения, много детей, да и взрослых болело. И поэтому, чтобы занять чем-то вот свою вот эту детскую аудиторию, включить их в процесс дополнительного образования в том числе, дать возможность обучаться на дому, изучать какие-то лайфхаки, направления и так далее, мы придумали эту программу «Пока ты дома» и реализовывали в течение вот этих не совсем веселых лет. Хочется вернуться ко второму профилю Ювикона, это ведущие. Я считаю, вы как уже ведущий, профессиональный ведущий, ведь на сцене вы более 25 лет. Да, есть такое. Да, есть такое. Скажите, пожалуйста, ваши учащиеся, они берут пример? Ну, наверняка берут, я думаю, что да. Со временем замечаешь, что учащийся во многом ведь такая мини-копия педагога. Смотришь на учащихся других объединений, на других педагогов, и ты уже узнаешь. Да, выходит на сцену, думаешь, ну вот это точно этого педагога-ребенок, потому что копируют манеры, копируют стиль, манерность некоторую даже, речь и так далее. Поэтому, наверное, подражают. Есть чему, значит, подражать. Одно дело, понимаете, когда в классе занимаешься с преподавателем, видишь его, скажем так, с одной стороны, но когда видишь своего педагога на сцене, ведущего огромные мероприятия, это потрясающе. Кстати, знаю, что был у вас случай на гастролях, где вы, не растерявшись, взяли микрофон и на иностранном языке провели концерт. Расскажите, пожалуйста, вот каково это, да, и вообще вот в целом гастроли для творческой личности, что это? Была и остается такая деятельность в наших коллективах, в нашем областном центре молодежного творчества, как гастрольная деятельность, она очень крайне важна. Во-первых, она коллективообразующая. На выезде дети видят своих коллег, педагогов, себя с совершенно другой стороны. Случаются ситуации, которые заставляют мобилизироваться, которые заставляют найти себе стержень и выполнить поставленную задачу. Ну, вы тоже в курсе, тоже бывали в таких ситуациях на сцене, знаете, когда возникают экстремальные ситуации, нужно спасать. И здесь проверяется коллектив. По сути, здесь он формируется, зарождается в гастрольной деятельности. Одно дело на родной сцене, ты в домашних условиях. Все комфортно, известно, каждый уголок. На выезде таких тепличных условий нет. Как вы считаете, что важное в профессии ведущего? Я думаю, импровизация. Умение импровизировать, адекватно реагировать на какие-то сложные ситуации, возникающие проблемы, принимать быстрые решения, правильные решения, от которых будет зависеть весь дальнейший ход всего мероприятия. То есть быть здесь и сейчас, в конкретной секунде. Быть здесь и сейчас постоянно, да. Быть постоянно онлайн, не офф. Насколько я понимаю, ваша жизнь складывается из календарных дат, праздников, которые происходят вообще в нашей стране. К Новому году когда вы начинаете готовиться? К Новому году летом начинаем готовиться. Вот сейчас. Уже, уже? Уже начинаем готовиться, да. И, насколько я знаю, что ваше хобби — это художник-оформитель, как вы сказали выше. То есть оно уже перешло в разряд хобби. Художник-оформитель — это моя первая профессия. Ваша первая профессия. Первая профессия. Сняли. Которая ушла в хобби. В хобби. По поводу Нового года. Вы выступаете как художник-оформитель и как сценарист. Я знаю, что вы поставили 11 сказок. Расскажите нам об этом. Я не выступаю как художник-оформитель. Я прежде всего автор произведений. И вот здесь история как раз обратная. Когда хобби переросло в практически такую профессиональную деятельность. Я написал 11 пьес для детей. То есть сначала рождается образ. Сначала, да, рождается образ. Как он рождается иногда непонятно. Просто вот приходит и думаешь, вот надо написать. Где-то что-то видишь, какую-то историю. Где-то что-то прочитал. Тебя наталкивает на творчество. Это событие мотивирует. Садишься, пишешь, набрасываешь. Иногда просто едешь в дороге. Какой-то блокнотик. Что-то написал. Потом где-то через неделю к этому вернулся. Перечеркнул, написал что-то другое. И так оно постепенно обрастает. В основном сначала такие записи на полях. И потом садишься, причёсываешь, объединяешь. Доводишь до той идеи, которая вначале была. Или корректируешь в другую сторону. Ну и так рождается сказка. Ну и, конечно, пробуешь на близких. А в чём, как вы считаете, стилистические особенности? Или ваш поэтический штрих? Ваш художественный штрих? Ну, мне хочется, чтобы сказка была прежде всего понятна детям. И чтобы это была своего рода такая история с моралью. Ну вот как в XVI веке были очень популярны так называемые моралите. Такие вот театрализованные постановки. Делались при школах, при храмах и так далее. Ну, там обязательно была в финале какая-то очень важная идея звучала. Очень важная воспитательная задача ставилась в этих мини-спектаклях. Какие проблемы вы поднимаете? Ну, это, конечно, проблемы, понятные детям, близкие детям, современным детям. Это дружба, это преданность, это любовь к ближним, к родителям, к бабушкам, дедушкам, уважение. Те мы поднимаем любви к родине обязательно, потому что в этом возрасте всё это формируется. Любви к малой родине. Вот последняя пьеса, она как раз рассказывала о Беловежской пущей. Сказка была пущей посвящена. Но мы коснулись истории, ещё такой славянской истории славянских богов. Коснулись, глубоко не уходили. Всё-таки это должно оставаться сказкой, праздником. И вместе с тем в этой же сказке мы поднимали проблему гаджетов, увлечённости детей современными программами, играми, телефонами и так далее. Но как-то удалось всё это соединить. Продолжаем тему вашего сценарного мастерства. Реконструкция и 22 июня. Вы писали сценарий, так ли? Нет, я режиссирую произведение, корректирую сценарий. Да, я режиссирую, это уже пятый год. Это совсем другая история, это очень серьёзная тема. Близкая семье. Мой дедушка был защитником Ленинграда, командуя взводом курсантов. В возрасте 20 лет, сам очень молодой, сейчас я это понимаю. Первым ворвался в Шлиссельбург. Тем самым ознаменовав прорыв блокады. И об этом написано и в летописи, и об этом говорится и в музее блокады Ленинграда. У нас есть памятные документы в семье, связанные с этим. Поэтому эта тема очень щепетильна. Она близка и дорога. Поэтому к этой работе всегда очень осторожно подходишь. Сложно ли? Сложно. Это сложно. Это каждый раз переживается внутренне. Переживаются неудачи, которые видны, наверное, мне. Слава богу, что только мне. Ну, может быть, кому-то ещё. Так. Открыто пока не говорят. Слава богу. Ну, понятно, иногда кажется, что можно сделать. Ведь история-то, она вот такая. Здесь ничего не придумаешь, не отойдёшь. Это реконструкция. И мы знаем, с чего это начиналось и как это закончилось. Но, тем не менее, каждый год хочется внести какие-то краски, какие-то новые элементы, какие-то детали. Меняются люди, меняются участники. Это понятно. Есть люди, которые постоянно в течение многих лет приезжают, и ты их уже узнаёшь и знаешь. У них постоянные роли, и они очень переживают. И они хотят, чтобы вот именно было так, как было раньше. И ты уважаешь их желания. Очень сложный процесс, потому что люди, которые участвуют, это люди, это не актёры, это реконструкция. Они искренне приезжают с желанием пережить вот эти события, погрузившись в образ людей, перенёсших эту трагедию. Некоторые настолько вживаются, что у них это всё заканчивается таким реальным нервным срывом. Люди реально плачут, настолько входят в эти события. Мы привлекаем всё больше и больше людей, чтобы это было более зрелищно и понятно. Привлекаем из нашего города профессионалов, актёров театра. Элемент театрализации используем. Привлекаем молодёжь школьников, которые участвуют в мирных сценах прежде всего. Кто не первый год посещает реконструкции, наверное, замечают эти сцены. И музыкальный взвод у нас появился, юных воспитанников, ребята, кадеты из 35-й школы играют. И, конечно, последний вальс выпускников. Каждый год ребята у нас на буквально очередь, кастинг, желающих изобразить эту трогательную сцену. И среди них очень много ребят, которые реально выпускники этого года. Ребята-студенты вузов приходят, чтобы тоже поучаствовать в этой сцене. Такие фольклорные, милые сцены появились у нас, когда женщина-крестьянка с детьми буквально за пару часов до начала войны находит своего сына, приехав откуда-то издалека, вот эту вот овосечку приносит. Она как мило с ним прощается. Это очень трогательная сцена. И спасибо телевидению, что вы увидели это, показали в крупных планах. Что ещё вас связывает с Брестской крепостью? Ну, с недавнего времени в аудиогидах, в музеях мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой» звучит мой голос на русском, белорусском языке. Поэтому, если вы желаете встретиться со мной в крепости, берите аудиогид. Будем вместе с вами ходить по залам музеев. Творческий человек, он творческий во всём, неисчерпаемый абсолютно. И я знаю, что творчество в вашей семье тоже передалось вашим детям. Да, была у нас творческая история. Сын тоже такой творческий человек, но он немножко в другом направлении, он в научной деятельности. Но вот в юности он был очень увлечён комиксами, историями. И вот у него возникло желание написать собственный комикс. Что, собственно, он и сделал. Написал комикс и как-то говорит, папа, а давай ты проиллюстрируешь, делаешь рисуночки. Ну, вот так вот, на полях. Я почитал, посмотрел, думаю, ну, идея хорошая. Но вот так вот быстро на полях. Мне как-то стало жалко, причём это творчество собственного ребёнка. И захотелось показать, что, ну, любое дело нужно доводить до максимума. До того максимума, в котором ты почувствуешь удовлетворение, что да, я сделал всё, что мог. И поэтому вот «Рояль в кустах» родился вот такой вот комикс, называется «Экомен. Начало», связан с экологией. Эта тема его тоже очень увлекала. Ну, наверное, такое что-то среднее между Бэтменом и любителем экологии. Такая интересная история, первая часть. Вот так она проиллюстрирована была. Как вы считаете, насколько важно поддерживать творческую искру своих детей и творить вместе? Это очень важный момент. Несколько лет назад, позапрошлым году, у нас появились в городе первые плакаты с замечательным лозунгом «Самое дорогое, что вы можете подарить своим детям, это время, проведённое с ними». И сейчас, когда уже у меня внучка, сын уже очень взрослый, ты понимаешь, где-то себя, наверное, коришь, что можно было больше времени провести. Это оказалось так быстро. Это так быстро пролетело, это детство. И сейчас, конечно, хочется больше с внучкой общаться. Ну, к сожалению, нет такой возможности. Поэтому цените это время. Чтобы вы порекомендовали нашим телезрителям. Да, дорогие друзья, цените это время. Оно быстротечно, оно мимолетно, как, наверное, вся наша жизнь. Это момент. Поэтому живите здесь, сейчас. Получайте удовольствие от каждого дня. И старайтесь, если начали делать, делайте его до конца. Благодарю вас за эту прекрасную беседу. Спасибо. Спасибо.